Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у нас автомобиль Hyundai Solaris 2012 года выпуска. Двигатель 1.6 на автомате. На этом двигателе у человека порвался приводной ремень. Срезало его сбоку и в итоге его порвало. Заменили ремень, ребята. Особо внимания ни на что не обращали, поэтому новый ремень. Отходил 20 километров и картина начала повторяться. Его рвет сбоку. Сейчас покажу. Добавил освещение. Вот эту кромку ремня. Вот видно ее уже два ручейка срезало. И вот я хотел показать соосность натяжного ролика. Видите, он вбок. Он стягивает ремень вбок. Сейчас мы поднимаем автомобиль. Снимаем колесо, снимаем пыльник и снимаем натяжной механизм. Но перед этим откручиваем вот этот болт на генераторе и сдвигаем генератор к головке. Это будет легче снять рулик. Поднимаем. Так, сняли колесо. Добавил освещение. Вот. 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 снизу тоже ослабить не хватает затянут нормально так снизу головка на 14 ослабил и сдвинул вот видно за счет этого у нас на натяжителе нагрузка меньше откручиваем снизу натяжитель так но пыльник снимать я не буду вот этот пластиковый вот у нас видно болт под пальцем болт у нас на 14 берем вороток откручиваем его вот наш натяжитель на сам подшипник шумит не сильно а вот и вся причина как вы видите у него смещение сейчас попробуем разобрать посмотреть если получится сделать сделаем не получится поставим новый завтра если надумаете ролик откручивать здесь болт с левой резьбой отрываем шайбу а вот видно даже туда и сюда ходит значит втулка выработана полностью вот вот Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Здесь набито все И здесь Набито Вбок Можно отдать токарю И завтурить его Переточить Можно попробовать восстановить Но нужен токарь Заказали новую деталь Но сегодня она прийти не успела Будет только завтра Но для интереса было Попробовать восстановить эту И вот так Я показывал Токарь здесь проточил И посадил втулку Втаропластовую Здесь Также Проточил здесь По максимуму взял Немножко Вот еще видно следы Зажимал отсюда Сейчас мы Смазываем все это Чистим И собираем Вот шайба Я ее обратно Немножко выгнул Здесь шариком Ее как бы выгнул Не надо было ее сразу править Надо было вставить Завальцовку А потом уже ее здесь на месте Через головку Посадить Все Вот она у нас Вот так вот собралась Теперь она не перекошена Теперь она у нас может работать Сейчас покажу Опять же Это мы делали ненадолго А там посмотрим Сколько она походит Все Натяжитель у нас движется Здесь у нас шайба Завальцевалась Вот она на все Не поднимается Здесь у нас нормально Берем Ставим Поэтому Зазору Теперь видно Что он у нас Не перекошенный Снимаем старый ремень Запоминаем Как он у нас стоит Вот про что я говорил Новый ремень Проехал Два километра А не два Двадцать километров Он сказал проехал И все Его уже Обрезало Будем устанавливать Новый ремень Фирмы АМД Размер его Идет шесть пк Две тысячи сто тридцать восемь Две тысячи сто тридцать восемь Две тысячи сто тридцать восемь Раскидываем его По роликам Ремень Я установил Но генератор у нас откручен И натяжной ролик У нас еще не установлен Схема По ремню Вот такая Вот получается С гидроусилителя Он идет Через натяжной ролик На коленвал С коленвала На помпу На кондиционер На генератор И на Ленивец Обводной ролик Теперь ставим Ролик Ролик у нас устанавливается Вот там есть Штифтик В отверстии Вот этот штифт А все-таки Пыльник лучше снять Удобнее без него Пыльник лучше снизу Ролик Ролик Так, ну что, я ролик затянул, ремень одел, теперь мы натягиваем генератор и закручиваем сюда болт. И так же я снизу под генератором, нижнее крепление генератора, головка на 14, ослаблял тоже болт, подтягиваю. Теперь заводим, пробуем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Он постоянно в таком движении находится. Пружина не очень мощная, но выбирать выбирает. Ну, соосность сейчас нормальная. Если вертикально вот так вот посмотреть. Вот он ролик. Видно, что сейчас у него соосность ровная. Если посмотреть по коленвалу. Он с коленвала идет на ролик ровно. И если посмотреть вот отсюда на гидроусилитель. Он тоже идет ровно. Он его на край не тянет. Поэтому рвать его не будет. Будет ходить нормально. На этом все. Всего вам доброго.